Здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с темой модулей и объектно-ориентированной программирования на Python. Посмотрим понятие назначения модуля, рассмотрим, как импортировать модули, как можно создать собственные модули, разберем основы ООП и на примере посмотрим, как разработать собственный класс. Модули обеспечивают простой способ организации компонентов в систему автономных пакетов переменных, известных как пространство имен. Все имена, определяемые на верхнем уровне модуля, становятся атрибутами объекта импортируемого модуля. Операция импорта предоставляет доступ к именам в глобальной области видимости модуля. Таким образом, в процессе импортирования глобальная область видимости модуля образует пространство имен атрибутов объекта модуля. В конечном счете, модули позволяют связывать отдельные файлы в крупные программные системы. Если говорить более определенно, с точки зрения теории, модули играют как минимум три роли. Во-первых, позволяют повторно использовать программный код. Модули позволяют сохранять программный код в виде файлов. В отличие от программного кода, который вводится в аттрактивной оболочке интерпретатора Python и исчезает безозвратно после выхода из оболочки, программный код в файлах модулей хранится постоянно. Его можно повторно загружать и запускать столько раз, сколько потребуется. Модуль – это место, где определяются имена, известные как атрибуты, на которые может ссылаться множество внешних клиентов. Вторая роль – это разделение системы пространства имен. Модули в языке Python также являются самой высокоуровневой единицей организации программ. По существу, они всего лишь пакеты имен. Модули позволяют изолировать имена в замкнутые пакеты, которые позволяют избежать конфликтов имен. Вы никогда не увидите имя в другом файле, если не импортируете его. Фактически, все, что находится в модуле – это выполняемый программный код и создаваемые объекты. Они всегда неявно включаются в модуль. Вследствие этого, модули являются естественными инструментами группировки компонентов системы. И третья роль – это реализация служб или данных для совместного использования. С функциональной точки зрения, модули могут также использоваться для реализации компонентов, используемых системой, вследствие чего требуется только одна копия такого компонента. Например, если необходим глобальный объект, который используется более чем одной функцией или модулем, можно написать его в виде модуля, который затем может импортироваться множеством клиентов. Как правило, любая программа на языке Python состоит из множества текстовых файлов, содержащих инструкции. Программа организована как один главный файл, к которому могут подключаться дополнительные файлы, известные как модули. Главный файл определяет, как будет двигаться основной поток выполнения программы. Это тот файл, который необходимо запустить, чтобы начать работу приложения. Файлы модулей – это библиотеки инструментальных средств, где содержатся компоненты, используемые главным файлом. Главный файл использует инструменты, определенные в файлах модулей, а модули используют инструменты, определенные в других модулях, то есть модуль может вызвать модуль. Обычно файлы модулей ничего не делают. Если попытаться запустить их отдельно, в них определяются инструментальные средства, используемые в других файлах. Если сказать попроще, модуль состоит из отдельных функций. Чтобы получить доступ к определенным в модуле инструментам, именующимся атрибутами модуля, в языке Python необходимо импортировать этот модуль. То есть мы импортируем модули и получаем доступ к их атрибутам, что дает нам возможность использовать их функциональные возможности. Для импортирования модуля существует три способа. Способ первый – это указать импорт имя модуля. Тогда при обращении к функции из этого модуля мы должны явно указать имя модуля, используя точную нотацию, указать имя функции и фактические аргументы. Второй способ. Если мы хотим импортировать не весь модуль, а лишь отдельные функции из этого модуля, тогда мы указываем from, указываем какой модуль, импорт и имя конкретной функции. Например, from.mass, математический модуль, мы импортируем только из кортэ. Тогда при обращении конкретной функции, а мы импортировали только одну функцию, мы имя модуля здесь можем не указывать, сразу имя функции и аргументы. Инструкция from копирует имена из области видимости одного файла в область видимости другого, что непосредственно позволяет использовать скопированные имена, не предваряя их имени модуля. Третий способ. Тоже инструкция from, имя модуля, импортирует, звездочка, звездочка означает все, то есть импортирует все функции из этого модуля. То есть здесь, помимо того, что он импортирует все функции, он импортирует и все имена, которым присваивается значение на верхнем уровне указанного модуля. С технической точки зрения, что мы сделаем импорт имя модуля и что мы сделаем from имя модуля, импорт звездочка, оно работает одинаково, то есть вызывает одну и ту же операцию импорта. Но функция инструкция from, в отличие от импорт, дополнительно выполняет копирование всех имен в импортируемом модуле в область видимости, откуда производится импорт, то есть программа. По сути, происходит совмещение пространства имен модулей, что нам позволяет не писать имя модуля при обращении к функции. Но здесь есть один такой нюанс. Если ваша функция из импортируемого модуля и функция, которая определена в основной программе, имеют одинаковые имена или же переменные имеют одинаковые имена, тогда может быть неразбериха. Переменные могут поменяться значениями, и выполнение программы может привести к неопределенным последствиям. Это одна из ловушек использования инструкции from. Для создания собственных модулей нам необходимо создать файл, текстовый файл, написать в него код программы. Еще раз повторюсь, обычно модули ничего не исполняют, поэтому обычно текстовый файл, содержащий модуль, он содержит лишь функции без основного тела программы. Этот файл нужно сохранить под любым именем, но обязательно нужно указать расширение.ру, то есть для модулей расширение указывается обязательно. Во-вторых, то, что модуль мы создали, его нужно будет расположить в одной из папок Python. Для этого нам необходимо узнать, где Python по умолчанию хранит собственные модули. Это можно сделать с помощью модуля sys. Мы импортируем этот модуль, обращаемся к переменной пап, выйдет путь, где хранит Python свои модули, и по этому пути мы можем поместить созданный нами модуль. Далее, чтобы этот модуль использовать, мы в основной программе должны импортировать этот модуль через импорт и название файла. Если в какой-то момент мы наш модуль изменили, то нам его нужно не заново импортировать через импорт, а нужно заново загрузить, то есть сказать. Вообще модули в Python загружаются один раз, это довольно-таки дорогостоящая, ресурсоемкая процедура, поэтому импортируется один раз. И если модуль претерпел какие-то изменения, Python нужно явным образом сказать, что нужно перезагрузить этот модуль. То есть мы импортируем из библиотеки, из модуля import.lib функцию reload, используем эту функцию с именем модуля, который у нас изменился. Если же наша функция, наш модуль, помимо функции содержит и программу, а мы не хотим, чтобы эта программа выполнялась во время импорта модуля, тело модуля должно начинаться с проверки условия. И если имя модуля равно main, тогда будет тело функции. Если имя модуля не main, а как раз-таки то текстовое имя, которое мы здесь задали в первом пункте, то тело модуля пропускается, и можно будет просто вызывать нужные нам модули. Таким образом, модуль в языке Python – это самая крупная организационная программная единица, которая вмещает в себя программный код и данные, готовые для многократного использования. Если говорить более точно, модули в языке Python обычно соответствуют файлам программ, то есть программ, расписанных, возможно, на других языках, например, на C, на C Sharp, на Java. Каждый файл – это отдельный модуль. Модули могут импортировать другие модули для доступа к именам, которые в них определены. Обработка модулей выполняется двумя инструкциями и одной встроенной функцией. Две инструкции – import и from. По сути, они делают одно и то же, но from, который со звездочком, оно включает еще и пространство имен, и from может позволить загрузить только одну функцию. И функция Reload, которая обеспечивает возможность повторной загрузки модуля без остановки интерпретатора. То есть можно, конечно, закрыть Python, заново открыть, и тогда ваш измененный модуль, он уже по-новому импортируется. А можно, не выходя из Python, не останавливая интерпретатор через Reload, перезагрузить наш модуль. Но здесь нужно учитывать, есть при использовании from со звездочкой, когда мы хотим импортировать все функции из этого модуля, может, сама инструкция from может повреждать пространство имен. То есть если, допустим, одинаковые имена будут в основной программе и модуле, то переопределение имени установка нового значения перемены может привести к необратимым последствиям. Рассмотрим основы объектно-ориентированного программирования на Python. С точки зрения программирования, классы, а вы знаете, что основа объектно-ориентированного программирования являются такие понятия, как классы, объекты. Есть принципы, да, такие как энкапсуляция, полимархизм и наследование. Но сегодня остановимся только на классах и на объектах, или экземплярах класса. Так вот, с точки зрения программирования, классы – это программные компоненты на языке Python, точно такие же, как функции и модули. Они представляют собой еще один способ упаковки выполняемого кода и данных. В отличие от других программных компонентов, классы имеют три важных отличия, которые делают их более полезными, когда дело доходит до создания новых объектов. Во-первых, это множество экземпляров. Классы по своей сути являются фабриками по созданию объектов. Каждый раз, когда вызывается класс, создается новый объект со своим собственным пространством имен. Каждый объект, созданный из класса, имеет доступ к атрибутам класса и получает в свое распоряжение собственное пространство имен для своих собственных данных, отличных от данных других объектов. Вторая особенность – это адаптация через наследование. Классы также поддерживают такое понятие, как наследование, то есть мы можем расширить возможности класса, переопределяя его атрибуты за пределами самого класса. В более общем смысле классы могут создавать иерархии пространств имен, которые определяют имена для использования объектами, созданными из классов в иерархии. И третья – это перегрузка операторов. Обеспечивая специальный протокол оформления методов, классы могут определять объекты, над которыми можно производить какие-то из операций, которые мы знаем по работе со встроенными типами. Язык Python предоставляет специальные обработчики, которые могут использоваться классами для перехвата и реализации любой встроенной операции. Для создания классов Python необходимо использовать команду. Указываем имя класса, служебное слово, имя класса, через двое точие определяем переменные функции. Данное определение класса очень похоже на определение функции. Там было def, имя функции и аргументы. Тело функции, далее тело функции. Но тут такая особенность. При разработке класса первым аргументом любого метода всегда будет метод self, то есть сам объект. Для того, чтобы создать переменную класса, объект класса или экземпляр класса, мы указываем переменной, присваиваем имя класса и пустую скобку, то есть срабатывает конструктор. Конструктор вызывается в момент создания объекта этого типа. То есть конструктор – это специальный метод Python. Так как это специальный метод, в его имени будут содержаться два нижних подчеркивания. Дев, два подчеркивания, и нет, инициализация, опять два подчеркивания. Это конструктор, значит, будет self. Через двоеточие – тело конструктора, если оно нам нужно. Например, создадим класс студента. Этот класс будет содержать такие характеристики, как имя студента, группа, в которой он учится, курс. По умолчанию скажу, что студент зачислен, и пока что это студент первого курса. Данный класс будет иметь три функции. То есть что он может делать? По-другому говорить, три метода. Метод первый – это конструктор. Как мы сказали, любой метод должен начинаться с self. Я конструктору задаю имя студента при инициализации, при создании, и группу, куда я его запишу. Потом self-имя присвоить новое имя, self-группа присвоить новая группа. Следующий метод – метод учебы. Этот метод позволяет перевести студента из одной группы в другую группу. То есть по умолчанию в конструкторе какое-то начальное значение группы дано. Я могу задать в другую группу. Третий метод – это год, который переводит студента с одного курса на другой курс. Год обучения. Этот метод без аргументов остается только сам объект. Если мой курс меньше, чем 4, то есть он еще студент, то я делаю что? Курс – это курс, self-курс плюс 1. Перевожу на следующий курс. Например, вернее, вот таким образом я создала свой класс студента. Теперь создаю объект или экземпляр класса S1. С1 – это объект класса студент. По умолчанию два аргумента – new name, new group. Я говорю, что это будет студент Иванов, и что он пойдет учиться в первую группу. Потом я его решила перевести, учеба – это перевод, решила перевести в группу ВТРО. Теперь Иванов у нас будет учиться в ВТРО. И перевести его на следующий курс. Если я выведу имя, группу, в которой он учится, и курс, на котором учится данный студент Иванов, у меня выйдет Иванов, ВТРО, второй курс. Работа с ООП на Пайтон немножко проще, чем, допустим, на СЕ, и отличается от СЕ. На этом сегодняшнее наше занятие завершено. На экране вы видите вопросы для сокрепления и список рекомендуемой литературы. Продолжим знакомство с этой темой на практических занятиях.